В бюджетном сегменте одной из главных премьер этого года должен стать Рено Дастер. Второе поколение дебютировало больше трех лет назад, но сейчас кроссовер наконец доберется до России. Разумеется, в локализованном виде. В московском представительстве лишь опубликовали несколько фотографий экстерьера, а заодно раскрыли габариты, подчеркнув величину дорожного просвета – 21 сантиметр. Интересно, что для России менять оформление кузова не стали. К нам придет точно такая же машина, что продается и в Европе. Хотя бразильская версия, взгляните на экран, нашей публике понравилось бы больше. В плане техники будущий Дастер точно не будет отличаться от других кроссоверов Рено. Проще говоря, модель получит сочетание турбомотора и вариатора, а двухлитровый атмосферник и четырехступенчатый автомат уйдут на покой. Базовым остался агрегат объемом 1,6, с которым могут работать механика или вариатор. Правда, все это будет сказано только во время грядущей премьеры. Тогда же модель покажет внутреннее убранство. Как стало известно телеканалу Автоплюс, поначалу Дастер стартует на московском заводе Рено. Но последующий переезд на одну из площадок АвтоВАЗ вполне вероятен. Мазда после откровенного провала последней тройки на нашем рынке взялась за ум. Новый кроссовер CX-30 благодаря локализации во Владивостоке получит вычет по утилизационному сбору и, соответственно, примерит приятный ценник. Так, за базовую комплектацию Drive решено просить 1 миллион 620 тысяч рублей. В стартовый набор включены 7 подушек безопасности, штатная медиа-система, светодиодные фары, электропривод ручника и проекционный экран, плюс датчики дождя и света. Впрочем, это исполнение носит чисто завлекательный характер. Ведь вряд ли кого-то заинтересует механическая коробка. А с шестиступенчатым автоматом доступны лишь более дорогие исполнения по цене под 2 миллиона. Единственный мотор – 2-литровый атмосферник на 150 сил, а основной привод – передний. Но для двухпедального варианта за 100 тысяч рублей можно заказать трансмиссию 4х4. Притом, заказать – не фигура речи. Продажи начнутся уже после нового года. Максимально же оснащенная Mazda CX-30 будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей. Естественно, в ней будет комплекс электронных ассистентов и адаптивный круиз-контроль. Редактор субтитров А.Семкин